В Надыме арт-весна. Так называется районный конкурс и выставка, которая развернулась в городском музее. В этом году участие принимают 10 муниципальных образовательных организаций Надымского района, а также школы искусств номер один. С работами, представленными на конкурс, познакомился наш корреспондент. Тематика работ 10-го районного конкурса изобразительного искусства «Арт-весна» объединила год культуры в России, год гражданского единства на Ямале и звучала так. «Мы горды тобой, Россия». На выставке представлены картины о природе северного края, портреты, выполненные карандашом и пастелью, живописные и фантазийные работы. Всего их на конкурс поступило более 120. На торжественной церемонии открытия авторов и посетителей выставки приветствовали организаторы из Департамента образования и Управления культуры районной администрации. Из такого огромного количества работ жюри уже определило 53 работы, которые являются победителями и призерами. Традиционно в конкурсе 5 номинаций, живопись, графика, композиция, оригинальная техника и работа на тему конкурса. Орг-комитет дал возможность юным художникам попробовать свои силы в новых номинациях – копии картин известных художников и иллюстрации к литературным произведениям Аркадия Гайдара и Михаила Лермонтова. В 2014 году отмечаются юбилейные даты этих авторов. Достаточно хороший, высокий уровень детских работ. Я хочу сказать, что много профессиональных работ или детских работ, которые могут поспорить с самими профессионалами-художниками. Отличительной особенностью конкурса стало зрительское голосование. Оно будет проходить каждый день и по его результатам кому-то из авторов достанется приз зрительских симпатий. В день открытия выставки картиной дня оказалась работа Куликовой Агаты «Деревенская весна». Зрители выбирают то, что им больше нравится. И я считаю, что это достойнее получить, чем от жюра. В день открытия конкурсной выставки все желающие могли принять участие в работе различных творческих мастерских – в арт-мастерской, литературном вернисаже и даже на арт-подиуме. А особую атмосферу создавала живая музыка в исполнении учащихся Центра дополнительного образования гимназии. Мы должны больше выводить и смотреть на это и учиться на своих же, может, ошибках, на хороших произведениях других преподавателей. Это очень богатый опыт и это нужно, это необходимо для нашего общества. Человек, который уже нарисовал, он хочет показать свое, чтобы все это увидели и чтобы всем было приятно. Жюри уже подвело итоги конкурса и приняло решение. Оно утверждено председателем. В рамках закрытия оргкомитет наградит победителей и призеров. Юбилейная арт-весна продлится в Музее истории и археологии до 25 мая. Вход свободный. Оксана Захарова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым».